В 19 веке в районе нынешнего поселка Соколово-Кундрючинский, города Новошахтинска, атаман Всевеликого войска Донского выделил для казаков земли для строительства. Тогда еще через будущий поселок проходил тракт от нынешней Лихой до нынешнего Новочеркасска. Сегодня это улица Баженова. И когда в 1840 году казаки переехали со своими семьями сюда и начали строить себе дома, с того времени и стал постепенно образовываться поселок. И вот этот первый поселок, который, он не очень-то сильно расширялся. Уже в 1859 году здесь было только 35 дворов всего-навсего. А бурный рост пошел уже после 60-х годов. И уже в 1873 году здесь было 120 дворов. И была уже церковь. А до этого здесь был молитвенный дом. Он находился внизу, недалеко там от речки. А дальше история пошла развиваться более усиленными темпами. С тех пор сохранилось несколько домов, построенные в 19 веке. Одно из которых – это библиотека имени Шолохова. По улице Железнякова, около библиотеки, жил когда-то атаман. Это здание потом было, после войны, отдано поселковым постсоветам. Рядышком находилось здание церкви. В нынешнем Кубе раньше была церковно-приходская школа, в которой обучались казачьи дети. Где-то около 12 человек. На поселке Коноваловка на сегодняшний день сохранилось еще здание первой школы народников с 19 века. Где-то 1870 года. Приходящие сюда народники учили детей казаков. Потом они уходили, приходили новые люди. Но школа была какое-то время в действии, а потом она прекратила свое существование. Но здание находится и по сегодняшний день на этом месте. В 1905 году казаки построили для казачат так называемую, мы потом называли ее, красную школу, где обучалась около 30 учащихся казаков. В основном, конечно, это были мальчишки. Эта школа не сохранилась до сегодняшнего дня. Напротив этой школы жилое здание по сегодняшний день построено в 1911 году. Жилой дом казака Ростригина. На улице Любовь Шилцовой стоит помещение казака Демидова. По сегодняшний день. После войны, когда здесь находился Красно-Гвардейский район, в этом здании помещался государственный банк. Потом, через годы, это здание было отдано под опеку. И сейчас оно не в действии. На улице Державина в прекрасном состоянии находится здание казака Волошина. Там живут люди. Это частный дом. После войны это была школа крестьянской молодежи, начальная школа. С 1 по 4 класс. Конечно, очень жаль, что большинство исторических зданий сегодня стоят в разрушенном состоянии или заброшенные, не имеющие хозяина. Но то, что люди сто лет назад умели хорошо строить – это факт. Кладка домов до сих пор прочная. А ведь когда-то здесь кипела жизнь, бегали дети и принимались исторические решения.